Добрый день! Вы смотрите очередной выпуск экономических новостей, подготовленный для вас компанией Инстафорекс. В студии Марина Генералова. Американская валюта находится под давлением в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы. Джанет Йеллен, которая совсем недавно вступила в должность впервые, произнесет речь перед Конгрессом США. Президент Центробанка представит свой прогноз для роста экономики и монетарной политики на ближайшие полгода. Несмотря на то, что инвесторы не ожидают каких-либо изменений, доллар немного ослабил свои позиции. Евро вырос против доллара примерно на 25 пунктов. После закрытия торгов в Нью-Йорке валюта поднялась с отметки 1,36,46 до уровня чуть выше 1,36,7. Аналогичная динамика наблюдается и в других валютных парах. Индекс доллара ICE, отражающий курс американца к корзине основных валют, снизился на 0,1%. Опасение участников торгов вызывает слабый отчет с рынка труда, опубликованный на прошлой неделе. Несмотря на то, что безработица в США снизилась до рекордного уровня в 6,6%, рост числа занятых происходит недостаточно быстро. Инвесторы проявляют осторожность на случай, если Джанет Йеллен все же решит притормозить темпы сворачивания QE из-за нестабильности ситуации с трудоустройством. Тем не менее, на фондовых рынках в понедельник наблюдалась противоположная динамика. Индекс S&P продолжил двухдневное ралли прошлой недели и на торгах в понедельник прибавил еще 0,16%, закрывшись на отметке в 1799,84. Индексы Nasdaq и Dow Jones также закрылись в зеленой зоне. Участники фондовых торгов в Азии тоже настроены оптимистично. Основные индексы на этих площадках во вторник продемонстрировали рост. Растут в первой половине дня и европейские биржевые индикаторы. Многие эксперты считают выступление Йеллен ключевым событием на этой неделе. Станет ли речь президента Центробанка США о неожиданности и как отреагируют рынки, мы обязательно расскажем в одном из завтрашних выпусках. Всего вам доброго!